Раз, два, три, съемка, да? Я тогда повторю то, что я сказал до этого. Я предлагаю провести среднеформатную дегустацию и представлю вам сейчас следующие вина. Это полусладкая Молдова, хит-продаж прошлого этого года. Достаточно гармоничное вино, которое можно пить как закуской, так и без оной. Это вино сделано из сока без добавления воды и сахара. То есть это мне позволило сделать концентрацию сахара в нем 24% по покупке винограда. То есть очень сладкий был виноград белый. Это вино сделано из этого же винограда, но с добавлением водички, чуть сахара. То есть это более летнее вино. Его можно пить в жару, там пару стаканов, и тогда наступит уже легкая эйфория. Это вино я рекомендую под жирную свинину с зеленью. То есть это сухое, кисленькое, но не прокисшее. Какая тушенка была? Смотрите, дальше из крепкой линейки я принес чачу. Два сорта винограда, жмых одного, вино другого. Зимой она очищается молоком. Далее кальвадос, яблочный бренди, ну тот же, что и был 3 года назад. То есть потихоньку партия уходит. Яблочный бренди. Виски сделаны из кукурузной муки. То есть по-простому кукурузный самогон, настойный на дубе. Да, это он. И абсент. Абсент-то что такое? Абсент это полынно-анисово-кориандровая настойка, перегнанная через куб и модифицированная еще раз растительным сырьем. Для цвета и аромата. Коктейльная линия, но понемножку, если его принимать, на любителя. На любителя, у кого-то он вызывает ассоциации, ну такие, что люди не пьют. А кто пьет, тот берет. Я предлагаю тогда, ребят, сделать следующее. Смотрите, чтобы не создавать суеты, если не трудно. Передайте эту бутылку по кругу. И налейте себе каждый сколько желает. Потому что иначе я просто буду бегать, миски переворачиваются. Ну здесь в пределах доступа. Наташ, можно тебе возьмите, ладно? Конечно, конечно. Я тебя включаю.